Что-то во мне не хочет принимать Истину. Это общее сопротивление. Что-то не хочет принимать. Оно всякие оправдания находит. Мы всё это знаем. Простите, я не понимаю, что это такое. Я не понимаю, что это такое, что не хочет принимать Истину. Также я сомневаюсь в своей настоящей позиции. Я чувствую её, но не могу сказать, что это то, что я есть на 100%. Кто измеряет? Я не могу сказать, что это то, что я есть на 100%. Потому что моя личность очень осистина и злая, и так далее. Поэтому это кажется большим прыжком из этого в чистое сознание. Я устал от себя. В то же время я не знаю, как принять Истину. Я перечитываю, как вы видите. Так что также я злюсь со своим партнёром, когда он подходит ко мне со всякой тупостью, потому что я чувствую, что это всякие мелочи. И я потом страдаю от этой злости уже два дня. Он также смотрит в твои сатсанги. Пожалуйста, помолись за него так же. Я жажду эту Истину, но, как кажется, у меня ужаснейшее эго. Всё, что ты можешь сказать об этом, будет благословением. Так что всё, о чём ты говоришь, я могу всё это вместе собрать. Потому что если ты пытаешься один за другим просмотреть, ты ничего с этим поделать не сможешь. Всё это приходит из эго, которое больше похоже на испорченного ребёнка. «Нет, нет, 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 нет. Я хочу сесть. Нет, 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 нет. Оставайся в тишине. Бла-бла-бла-бла-бла-бла». Так же что делать? Я устал от самого себя. Конечно, ты устал. Не от себя истинного. Ты пока не обнаружил себя настоящего. Ты никогда не можешь устать от себя настоящего. Ты можешь только устать от того, что ты несёшь этого осла на своей спине. Ты никогда не можешь устать от своего истинного Я, потому что твоё истинное Я невесомо. Оно невесомо. Эго — это настолько он тяжёлый, это как осёл на твоей спине, жирный осёл на твоей спине. Так что ты устанешь. Зачем этого осла нести? Чтобы ты устал и чтобы ты захотел от него избавиться. Я устал от себя. В то же время я не знаю, как принять истину. Когда ты видишь, что тебе не нужно нести осла, ты его сбрасываешь, и тогда ты видишь, вау, облегчение и освобождение. Ты, само собой, начинаешь чувствовать себя больше собой. И отсюда начнётся постоянное утончение и постоянное знание самого себя. Ты не можешь сделать это. Ты не можешь судить настоящее в своём весе, когда ты несёшь осла на своей спине. Это неправда. Также я злюсь со своим партнёром, когда он подходит ко мне со всякой тупостью, потому что чувствует, что это что-то незначительное. Возможно, тебе будут доедать многие люди. В какой-то момент, когда ты наешься своим собой, ты наешься всем миром. Ты не можешь быть даже своим собой. Что это значит? Ты никогда не можешь чувствовать так, когда ты в своём естественном состоянии. Это только потому, что мы каким-то образом всё ещё вкладываем сознательно или подсознательно, или бессознательно в ложную идею о самих себе. Сейчас она болеет, болит. Я не знаю, сколько тебе лет на этой фотографии. Может быть, тебе 20 или 30. Так что столько лет ты несёшь эту сложную ответственность, и в какой-то момент это будет слишком. Поэтому ты подходишь к этой стадии, где ты говоришь, «Нет, я не могу нести вес, веря в себя, что я — это Личность, о которой ты говоришь, что я и не являюсь». И затем, когда ты злишься на людей, которые близко к тебе, тогда ты страдаешь от этой злости. И теперь ты в этой злости уже два дня. Так что для меня вот это, «Мистер Ты», он подходит на хорошего кандидата к свободе, когда ты больше не можешь выносить себя, не можешь терпеть себя в таком случае. И ты это эго-отражистлённый, что-то чувствует, «Нет, нет, я так больше продолжать не могу». Тогда я чувствую, что это хорошая возможность, что либо ты пробудишься, либо ты сломаешься. Что-то должно произойти, и ты пишешь это письмо, поэтому я с тобой уже. Теперь ты говоришь, что он также смотрит сатсанг, твой партнёр. Пожалуйста, помолись за него. У меня есть стремление к этой истине, но, как кажется, у меня самое ужасное эго. А ты хочешь самое лучшее эго? Лучше у тебя будет самое ужасное эго. Когда у тебя ужасное эго, ты должен от него отказаться. Если у тебя лучшее эго, ты продолжишь спать. Если у тебя ужасное эго, ты должен убраться. Вы понимаете? Так что я счастлив, что принести тебе хорошие новости о твоём страдании. Это значит, что у тебя все знаки, что тебе нужно освободиться. От чего? От запачканности концепциями и верований о самих себе. Каким образом? Снова замечая, что всё, что ты чувствуешь, не важно, насколько это близко, потому что такие чувства могут ощущаться ближе, чем самоблизость. Чувствуются, как будто бы это воздух твоих лёгких, как будто бы это кровь стекла под твоим веном, как будто ты полностью запачкан. Но всё равно это только концептуальные творения. Те энергии, сознание не таким образом выбрало переживать это для того, чтобы прийти в то место, где это невыносимо, связывать себя с феноменами, связывать себя с феноменальной отреждённостью. И теперь оно желает освободиться от этого. Оно больше не может так. Поэтому я говорю, что ты хороший кандидат на свободу. Также люди в тюрьмах — хорошие люди для сатсанга. Моя Личность очень агрессивная и гневливая. И это кажется, что нужно совершить большой прыжок от этой Личности к чистому сознанию. И я очень устала от себя. И я не знаю, как принять истину. Всё это — симптомы эго. Только это. Я не пытаюсь исцелить и излечить эго. И то же самое с вами. Если это относится к вам, не конкретные какие-то моменты этого письма, а тон этого письма, то мы не пытаемся решить проблемы эго. А я хочу показать, кто вы есть на самом деле. Если вы поймёте это, то вся ложь эго, она будет видеться, и это всё уйдёт. И это будет полным исцелением. И это возможно. Но вам нужно принять лекарство. И в чём же это лекарство? Осознавайте все эти вещи, что они все происходят внутри, и также осознавайте свою привычку отождествляться с ними. Я очень злюсь на своего партнёра, потому что он говорит, когда он говорит какие-то глупые вещи. Но то, что говорит эго, — это уже глупость. И эго думает много глупых мыслей. И тебе нужно слышать и глупость свою, и глупость других людей. И когда ты пишешь и считаешь себя этой Личностью, то мне нужно больше времени. Я не психотерапевт. И я вижу мгновенно, в чём же проблема. Не пытайся решить проблемы такого рода. Просто увидь, что ты не проблема. Проблема в том, что ты отождествляешься с состоянием Личности, и у тебя есть выбор не отождествляться с этим. Это состояние Личности, оно больно, не ты. И ты должен видеть разницу между Личностью и чистым сознанием. Ты не больше сознания, ты полностью сознания, но ты просто не знаешь и не осознаёшь этого. ты чувствуешь, что, говоря это, я не знаю, это ты, можешь ли ты следовать этому, последуешь ли ты этому. Может быть, ты думаешь, ум может сказать, но это бесполезно для меня, может быть, ты мне дашь таблетку для пробуждения, это слишком много для меня, но здесь я не могу помочь. Кто-то пришёл сюда, и у них были похожие по интенсивности пульсации ума, но вы слушали и слушали, и постепенно вы пришли к правильному месту. Кто шумит на улице? Это эго? Конечно, мы хотим хорошие частички оставить, и есть хорошие частички в Личностной жизни, но это приходит из вашего лучшего состояния сознания. Когда уходит Личность, ваши хорошие качества, они не уйдут. Например, вы учились на балерину или художника, но кто заставил вас это делать? Нет, это была не ваша Личность, а ваше сознание. И они также приносят много радости в этот мир. И когда вы пробудетесь к истине, и вы перестанете быть артистом или танцором, если вы пытаетесь быть артистом для того, чтобы стать знаменитым, то когда вы пробудетесь, если вы уже не захотите быть артистом, потому что вы уже потеряли интерес в взаимедитости, я надеюсь, что вы больше стали понимать, потому что люди думают, что им нужно все оставить, чтобы стать другим, кем-то еще. но истинное Я это не что-то еще. это не что-то еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, КОНЕЦ